Армейцы рассыпаются в цех, противник пока их не видит. Он торжествует победу, но пока еще рано. Как бы нужна нам была сейчас артиллерия. Как сказал во время Великой Отечественной войны наш Верховный Главнокомандующий Сталин, артиллерия это бог современной войны. И у Красной Армии была хорошая артиллерия. И у Красной Армии тогда появился 103 артиллерии, которой еще не было ни у кого. У Красной Армии битвы под Москвой появились какие-то. И с этого они были чуть раньше, они проявили именно под Москвой. Мы будем надеяться, что на этом участке фронта есть гвардейские минометы, как еще. А противник пока не видит наших резервов. И резервы выжигают, как мы с вами понимаем, просто так никогда. И вот командование часей вермахта распределяет солдат от первой и второй линии окопов. Теперь уже наша вторая линия стала первой линией окопов противника. Мы верим, что в составе германских войск не только солдаты... В битве под Москвой... ...что Красное Знамя было потом, как мы говорим, что так будет со всеми. И вот команда Полохина. А, вот наши идут, наверное. И резервные подразделения Красной Армии идут в атаку. Мы видим в составе бронированных из всей Красной Армии два бронеавтомобиля. Ва-20 и Ва-3. И легкий танк. Обратите внимание, что пехоток быстро начал бронировать всех потоков. Глобовая атака без артиллериста подготовки. Результат заубиден. К сожалению, пренебрежение основами боя приняло к тому, что атака захлебнулась. А тем временем противник получил еще подкрепление. На правом фланге первой линии окопов германских войск мы видим противотанковое орудие. на левом донамах с полеметом. О, офигеть. И что? Катюша. А ракета? О, еще, еще. И что? Еще летит сюда прям. Ну, представим, что наши Катюши бьют по противнику. Русские вот сюда же заедали. Удар только одной батареи наших гвардейских реактивов сравнивал с землей на то время около гектара земли. То есть все, что находится сейчас на поле боя, было бы уничтожено массированным огнем. А вслед за этим, после того, как противник практически прекратил свое существование, уже идет пехота. Погружение переметным огнем противника, наша пехота зарядила, и после того, как огонь несколько ослаб, она начинает волнами передвигаться вперед. Мы можем наблюдать это на левом флангу. Все ближе и ближе подкатываются волны нашей пехоты с передовым вражеским укреплением. Сейчас уже на данном участке мы видим переезд силы на стороне Красной Армии. При этом хочется обратить внимание на способы передвижения Красной Армии. Вы видите, что некоторые бойцы подразделений Красной Армии передвигаются в рассыпном, а некоторые, по сути, бегут толпами. Это тоже характерно для первого времени. К счастью, они иногда не умели правильно маневрировать и заходили с ними огромные потери. И вот, преодолев очередное расстояние, опять залегают по дружейным предметам одним противника. Во время противника, мы видим, выдвигает вперед свою огневую точку на Громе Транссарте Львенома. Для того, чтобы в случае прорыва частей Красной Армии по фронту организовать фланговый отстрелочный отступающий частей. Под прикрытием банки Громага мы видим три немецких солдат, которые в этом случае должны будут ударить во фланг наступающей советской бюджетов. Большинство из них видят в результате фронтального и флангового огня с немецких отопов. Вот собрав все резервы в пулак, командование бросает в пулак основные силы на данном участке. На что это не стало противниколюбной отписи, не дать ему продвинуться дальше, закрепиться на этом рубеже. Вперед, точно вперед. И вот первым бросоваристам удалось забраться до вражеских отопов. Бой идет уже в окопах. С огромным трудом нам удалось взять первую линию. Закрепиться любой ценой, хотя бы здесь. Противник отчаянно сопротивляется. Но немцы вынуждены оставить первую линию. А здесь боятся? И вот мы видим попытку взять вторую линию немеццев. Такого, отчаянный бросок, чтобы не контакт противника ворваться во вторую линию. Но только с недостаточной силой. Командиры Кулашары поднимают бойцов в атаку. Начальными усилиями красноарьевцам удается добраться до второй линии. Вперед, и только вперед. Москве нужно отстоять. Огромные потери. Недвижущих вперед. И взята вторая линия окопа. Отчаянная рукопатная сватка. Все, все резервы в атаку. И вот эта атака увенчалась успехом. Часть противника уничтожена, а часть далась в плен. Но нам удалось взять этот участок. И мы его уже не отдадим. Зарвалась, по-моему, уже. Одна, значит, была. А через некоторое время на супер-пятое декабря. И будет конкур наступление под Москвой. И противник будет повержен. А 9 мая 45-го года наше победное знамя взовьется над Берлином. Восьмое там не заняло. Восьмого мая. А 9 мая подписывайтесь на канал. Что будет? Ну, пишем. Что есть, то есть. Спасибо.